Пожалуйста, Морозов Антон Юрьевич от фракции ЛДПР. Фракция ЛДПР поддержит данное заявление, но хотелось бы обратить внимание на ряд моментов. Здесь много говорили о предыстории вопроса, предыстории конфликта в Приднестровье, но по сути мало было отражено, что там конкретно сейчас происходит внутри правительства Республики Молдова. Проблема в том, что сейчас фактически ни Дадон, как избранный президент, ни его партия социалистов не могут полноценно определять политику Республики Молдова. Эту политику определяет в основном олигарх Плохотнюк Владимир Георгиевич, который получил контроль над большинством постов в правительстве, правоохранительными органами и в парламенте. В итоге, в результате того, что он фактически захватил власть в Молдавии, ситуация по отношению к Приднестровью становится все более воинственной. Видно дурной пример соседней Украины, где партнер Плохотнюка Порошенко пытается силой решить конфликт на Донбассе и оказался заразительным. Власти Республики Молдова и Украины организовали экономическую блокаду Приднестровья и пытаются спровоцировать новый вооруженный конфликт на Днестре. Если нагнетание обстановки не остановить, то последствия могут быть крайне плачевными для всего региона. Трагедия Донбасса может повториться в Приднестровье. К сожалению, президент Додон, по имеющимся сведениям, поддержал введение совместных молдавско-украинских постов на границе между Приднестровьем и Украиной, что фактически ведет к блокаде Приднестровья. Попытки Кишинева при поддержке Киева силой подчинить себе Приднестровье могут обернуться возобновлением замороженного конфликта на Днестре. Мало никому не покажется. Мы должны сделать все, чтобы сохранить сложившуюся ценой невероятных усилий хрупкий мир в регионе. О том, какой порядок, в кавычках, собирается наводить Приднестровье и Кишиневские власти, можно судить по тем репрессиям, которые они развернули против собственной оппозиции. Лучше всего это видно на примере нашей партии. Она так и называется. Наша партия, которую возглавляет молодой молдавский политик Рената Усатый, из которой у ЛДПР имеется соглашение о сотрудничестве. Власти пытаются уничтожить нашу партию любыми путями. Ее незаконно сняли с президентских выборов в ноябре 2014 года. Самого Усатого, у которого был самый высокий рейтинг среди всех молдавских политиков, в 2016 году не допустили к выборам президента. Для этого Конституционный суд специально увеличил возраст для кандидатов в президенты с 35 до 40 лет. Когда Усатый опубликовал разоблачительные документы о краже миллиарда долларов из молдавских банков, а главным бенефициаром этой кражи считается тот самый Плохотнюк, против него обрушился новый шквал репрессии. Среди прочего, Усатый опубликовал доказательства того, что для оформления фирм, через которые из Молдавии выводились деньги, использовались паспорта жителей ДНР и ЛНР. Тем самым организаторы этой кражи века пытались убить двух зайцев. Не только замести следы, но и бросить тень на ДНР, ЛНР и Россию. Вопреки всем заказным политически мотивированным уголовным делам, сфабликованным против него, Усатый получил 74% голосов в первом туре на выборах мэра города Бельце, второго по величине города Молдавия. Представители нашей партии возглавили наибольшее количество мэрий городов. Сегодня против порядка 50 мэров от нашей партии и советников местных советов, рядовых активистов партии, возбуждено более 100 уголовных дел. Молдавские власти намерены не допустить нашу партию к предстоящим выборам в парламент. Плохотнюк запустил механизм уничтожения единственной реальной оппозиционной партии, вплоть до попыток физического устранения Усатого, из-за чего он вынужден находиться в Москве. О политических репрессиях в Молдавии можно говорить очень много, но уже этих примеров достаточно, чтобы понять, что ожидало бы преднестровцев, если бы они оказались под властью нынешнего кишиневского режима. Это террор, тюрьмы, этнические чистки. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить развитие событий по этому сценарию. Надеюсь, что заявление Государственной Думы охладит горячие головы в Кишиневе и в Киеве. Но фракция ЛДПР считает, что нам мало просто делать заявление. Мы еще в декабре 2016 года внесли проект федерального закона об упрощении получения гражданства людьми, которые имеют свидетельство о рождении хотя бы одного родителя с национальностью русский. Это очень важно для проднестровцев. Я там был дважды и знаю, что дети, рожденные после 1991 года, фактически лишены возможности получения российского гражданства. Они вынуждены получать либо молдавское, либо гражданство других стран. И, к сожалению, это сдерживает их желание быть частью великой российской цивилизации. А мы своих бросать не должны. Поэтому я прошу еще раз вернуться к рассмотрению нашего закона и побыстрее его принять. Мы должны поддержать русских, особенно в Приднестровской Мандавской Республике. Спасибо. Спасибо. Спасибо.